Та-да-дам-да-дам! Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас очередной юбилейный подкаст! И какая у нас сегодня цифра? Да, друзья, вот же нас целых 200 тысяч человек! Господи, по-моему, недавно у нас было 50, 100, 150, а нас уже 200 тысяч! Причём вот так внезапно, как раз май у нас только-только вроде как недавно начался, а уже 200 тысяч, друзья! И, честно говоря, ну, то, что я не думала, что даже 50 или даже 100 будет, а тут уже нас целых 200! И что приятно, что наша цифра растёт каждый день, и я думаю, что скоро мы с вами ещё будем больше и больше праздновать всяких юбилеев! Ну, а на данный момент я хочу вам всем, вот, всем, кто посмотрит ролик из 200 тысяч, да и всем новичкам сказать большое спасибо, что вообще смотрите, что заходите! И, честно говоря, я... Когда, по-моему, мой первый ролик вышел? Где-то в феврале? Я, честно говоря, по-моему, кстати, да, моя одиночка вышла в начале февраля по Дон Старву Шепректу! Я помню, я записала одну серию и думала, да, будет одна серия, ну, может, несколько, запишу и всё, и хватит! Угу, как вы видите, сейчас я стараюсь выпускать по две серии в день, но, опять-таки, на всякий случай, друзья, наперёд, я вам хочу сказать, что если у нас, вот, видите, идёт лето, я буду тоже продолжать стараться по два ролика, но если у меня вдруг будет получаться один, не стоит бомбить, переживать, паниковать, просто потому что у меня может не хватить времени, так как сейчас там ещё работа привалила, ещё всякий там навалилось, куча разных дел помимо канала, и просто не всегда будет получаться записывать стандартно по два ролика в день. Но, опять-таки, я вам говорю, что я буду стараться всё-таки вкладываться в наши стандарты два видео. Так, ну что, друзья, конечно же, большое вам спасибо, честно говоря, мне очень радует активность, которую я читаю под каждым роликом. Да, наверное, удивительно, мой каждый день, каждое утро я просыпаюсь, беру телефон, включаю Wi-Fi, и первое, что я делаю, листаю комментарии под новыми роликами. Да, я читаю все комментарии, поэтому, ребятки, наперёд, кстати, вот эту тему я потом дальше разовью. Ну, в дальнейшем, скажем так, у нас сегодня подкаст будет такой полупраздничный, полуразговорный. Так вот, я прочитываю все комменты, вы можете не пережать. Я не всегда всем отвечаю, ну, это физически невозможно, вы же понимаете, допустим, я могу зайти с утра, там уже есть комментов 400. Каждому ответить, ну, это нереально. Поэтому, ребятки, в любом случае, я читаю все ваши сообщения в комментарии, стараюсь анализировать, то есть, допустим, какие ролики вам интереснее, какие менее интересные. И за это вам большое спасибо, за вашу активность, за то, что поддерживаете канал, что вам вообще интересно, потому что мне лично очень нравится записывать. На удивление, я не думала, что оно действительно меня настолько сильно захватит, но мне интересно не просто записать ролик, что-то интересное рассказать, может, на какую-то тему с вами подискутировать потом в комментариях. Поэтому большое вам спасибо, без вас бы и канала бы не было. Понятное дело, отдельное спасибо, я говорю Олегу, я ему уже сказала, не переживайте, не бомбите в комментариях, что-то Олегу не сказал, я все сказала, друзья. Но одно дело, когда про тебя рассказывают, а другое дело, что человек зашел, посмотрел и остался на канале, вы же понимаете, это абсолютно разные вещи. Одна встреча, скажем так, наша и многократная под разными роликами. Поэтому, ребятки, спасибо, что вы заинтересованы, что вы меня поддерживаете. И, в принципе, наш канал это наше детище общее. Без вас бы действительно у нас и ролики, наверное, не шли, и вообще были непонятно какие игры. В общем, вот такие у нас делишки, друзья. Еще раз спасибо вам большое за такой чудесный праздник. Все вместе будем отмечать, только, ребятки, по-культурному будем праздновать. Ну, а теперь я хочу перейти к таким более глобальным, более серьезным вопросам, потому что как-то их обсудить всегда нет возможности. И, в принципе, о подкасте, я думаю, что как раз идеальный вариант, в котором мы сможем с вами обсудить те или иные моменты. Итак, в общем, я этот вопрос, как вы знаете, ну, кто смотрел предыдущие подкасты, я его озвучивала не раз. Но я так понимаю, что ребята все больше и больше новых приходят. Они не смотрят прошлые подкасты или как-то не прислушиваются к тому, что я говорю. И, получается, эта тема все время туда-сюда ходит. В общем, тема вебки. Я уже не знаю, как объяснить ребятам по поводу вебки. Мне пишут, а ты уже лицо спалила. Во-первых, ребят, я ничего не палила. Я не скрываю себя ВКонтакте. Это моя страница, это моя реальная, настоящая страница. И зачем мне что-то сейчас удалять? Вебка есть, и я так понимаю, что, в принципе, и для себя я выделила два акцента, скажем так, два пункта. Первый пункт, я последние несколько лет, наверное, даже больше, ну, иногда по делам, по работе, по еще каким-то своим личным делам, скажем так, вынуждена. Ну, не вынуждена, нет, просто езжу по разным городам, иногда даже по разным странам. По учебе, да, приходилось иногда ездить, конференции, эти же все биологические. И, честно говоря, я хочу, когда я куда-то приезжаю, я человек, скажем так, ну, я приехала в новый город, я не готова там идти, гулять с кем-то, но встречаться там с подписчиками на данный момент. Я хочу просто приехать в новый город, там, сделать свои дела или еще по каким-то вопросам и уехать. Идти, допустим, я иду с коллегами или еще с кем-то, и ко мне там будут подбегать люди, там, о, за ты, Даша. Я этого пока просто не хочу. Ну, я понимаю, что эгоистичная часть скажет, а вот я хочу, вот мне это надо. Ну, ребят, ваше хочу, к сожалению, это я сейчас без подколов, без сарказма, скажем так, основываясь на личном опыте, скажу, что ваше хочу, мое хочу. Но оно не всегда реализуется так, как бы мы этого хотели. Поэтому, ребят, мне аспект узнавания на данный момент не нужен точно. То есть, мне это действительно, я, мой канал, цель моего канала, просто показать какие-то интересные ролики, интересные прохождения, вместе с вами что-то обсудить, но не с целью, там, а, удубиться какой-то популярности, чтобы где-то узнавали. Нет, мне это не нужно. Может, уже не тот возраст я переросла в те времена, когда бы мне этого хотелось. И, конечно же, второй вариант, второй, скажем так, аспект вебки, когда ты сидишь, записываешь ролик, это уже про летсплей, мне пишут, там, вот, если ты, допустим, вот, будешь играть, там, в Мартуху или в GTA и включать вебку. Ну, ребят, я не люблю играть на камеру. Играть вот это актерски, я не актриса какая-нибудь там или еще кто-то, я обычный человек. А если ты снимаешь на вебку, то, понятное дело, тебе надо будет разрываться на летсплей и на вебку. И тогда концентрация внимания, наверное, скорее всего, будет уходить на вебку, чем на сам ролик, на какую-то игру. И опять-таки, я записываю в основном по вечерам, по ночам. И, честно говоря, вот приходишь домой, ты не хочешь сидеть еще полвечера, себя готовить, ну, полвечера я так абстрактно говорю, чтобы никто вдруг не начал серьезно воспринимать мои слова. Сидеть, вот, обязательно с какой-то причесочкой, обязательно себя в порядке. Я хочу сесть записать ролик, я хочу сесть в любимых, там, не знаю, леггинсах, в любимой футболке. Там, еще и маску какую-то сделать, там, пучок волос, на волосах маску или еще что-то, и сидеть играть. Для меня ролик это расслабление, скажем так, отдых после какого-то тяжелого дня. Поэтому напрягаться еще и с вебкой, ну, наверное, все-таки пока, ребят, я пас. Давайте тему вебки вообще будем стараться откладывать. Все-таки канал мой, мой способ ведения его, скажем так. Если интересно, если вы заходите ради вебки, ну, мне очень жаль. Поэтому, потому что у меня вебка это не основная цель, скажем так, на канале. Такс, дальнейшие вопросы. Очень часто, скажем так, я вижу всякие странные вопросы в комментариях, типа, Даша, а как тебя зовут? Даша, а откуда ты? А сколько тебе лет? А вы с Олегом брат, сестра, тетя, дядя? Друзья, под каждым роликом, наверное, последних роликов сто, если не больше, я оставляю, во-первых, ссылку на своем ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер или еще что-то. Ну, короче, все ссылки, которые необходимы, я оставляю. И по поводу, как меня зовут, сколько мне лет, откуда я, заходим. Один клик. Нужно сделать один клик. Вы заходите на мою страницу ВКонтакте и получаете все ответы. От того, как меня зовут и до, допустим, наших взаимоотношений с Олегом. Потому что, честно говоря, ну, ребята любят писать, вот вы с Олегом такие невнимательные. Друзья, какой невнимательности говорить, если тут два клика ребята сделать не могут? Какая невнимательность? Опять-таки, кстати, про невнимательность. Тоже, честно говоря, уже начинают перекапывать. Не все, слава богу, спасибо ребяткам. Есть классные, хорошие ребята, которые все понимают. Есть часть, которые, ой, ты не заметили, там что-то. Окей, сядь, запиши ролик, расскажи что-нибудь интересное. Внятное, с хорошим качеством. И будь 100% внимателем. Особенно, если ты не профи в какой-то там игре. Вот как я, допустим, я села играть в спору, я играла на камеру первый раз. То есть, как бы, скажем, это мои первые впечатления, вы их видите. Я в эту игру никогда не играла. А ты все делаешь не так, ты там то пропустила. Ну, простите, вот такая я. Я не могу сидеть, выучивать там какие-то команды в том же Мартухе. Как кто-то там еще, выучите, наконец, это комбо. Вот давайте посчитаем. У каждого персонажа там сколько? 33 перса сейчас. По три модификации, это 99, ну давайте до сотни округлим. У каждого есть свои какие-то особенности. 100 разных, скажем так, персонажей. Ну, а, 33 персонажа. 100 модификаций, скажем, различных персонажей. У каждого 2, 3, 4, 5, 6 особенностей по-разному. То есть мне вот должно быть совсем нечего делать, чтобы сидеть и их выучивать. Ну, друзья, если у вас столько свободного мнения, мнения, свободного времени, опять-таки, это я не ко всем обращаюсь. Это обращение вот к этим, кто любит побомбить в комментариях. Ну, я за вас рада, честно вам скажу. Я с удовольствием бы на вас посмотрела, вот, когда вам стукнет лет 25-26, когда у вас уже будет работа, когда вы закончите школу, вузы, где у вас будет самостоятельная жизнь, я посмотрю на это количество свободного времени. Поэтому, ребятки, будьте проще. Просто будьте проще. Смотрите на наши ролики, на мои ролики в частности, как просто на что-то развлекательное. Мастер-класс это явно не моя специальность. Кстати, друзья, я думаю, что подкаст будет длинный, поэтому советую сейчас нажать на паузу и сбегать, взять что-нибудь вкусненькое, заварить чаек, потому что говорить я, наверное, сегодня буду долго. Хотя постараюсь его сократить. Так, следующий маленький пунктик, который хотелось из этого травынуть, это, ну, не знаю, как это назвать, реакция, наверное, ребят. Не всех, опять-таки, то есть все, в принципе, вот такие спорные моменты. Я хочу сразу сказать, это не ко всем обращение. А я думаю, кто пишет, он и сам поймет, кому. То, что часть людей воспринимает наши, допустим, диалоги или еще что-то, как что-то реальное. То есть, допустим, если мы бомбим с Олегом, значит, мы реально бомбим. Друзья, не всегда. В 90% случаев, ну, может, 80%, мы это делаем просто в шутку. Там, ссоримся, ругаемся, на персонажей агримся. Не потому что это так. Просто потому что это забавно, и мы не пытаемся, допустим, у вас же вызвать какой-то подхерт или еще что-то. Поэтому воспринимайте наши слова. Во-первых, не за чистую монету берите их. А во-вторых, просто как то, что мы можем что-то рассказывать с долей иронии, долей сарказма, скажем так. И еще одна, ребятки, важная, важная, ну как, это не тема, важный пунктик. В общем, как я уже говорила по поводу ответов в комментариях, да, я читаю все комментарии, но, допустим, вот часто выскакивает. Если Даша ответит, я там, типа, пойду попрыгаю. Говорят, что Даша не отвечает в комментариях. Я эти комментарии буду игнорировать специально, друзья. Я не автоответчик, я не пункт принятия каких-то заказов, я не радиостанция. Я отвечаю по возможности. А отвечать, тем более, если Даша ответит на комментарии, я съем свой USB, ну, не проще ли придумать, какой-то вопрос задать? Или обсудить, подключиться? Я стараюсь иногда в комментариях включать какие-то, ну, оставлять какой-то комментарий с какими-нибудь вопросами, на тему которых можно подискутировать. Вливайтесь в дискуссию. А не, вот, я слышал, Даша не отвечает. Да, Даша не будет отвечать. Да, Даша есть полным-полно времени. Она не может физически всем вот как-то пугайчик ответить, просто что потому что человеку хочется увидеть от меня комментарий. Давайте вместе будем стараться обсуждать какие-то темы. С удовольствием буду это делать. Но очень хотелось бы, чтобы эти люди, которые вот, им вот горит хочется ответ, чтобы они тоже пытались понять, хоть немножко понять, что я физически не могу на все ответить. У меня не так много свободного времени. У меня его практически вообще нет. Даже тот же отпуск, я вообще не помню. Был он у меня, не был. Целый год работать без... Иногда и на выходных приходится работать. А тут вот это Даша ответит, если Даша ответит. Просто все закончится тем, если я часто буду это видеть, я просто вообще перестану отвечать. Серьезно. Вы же тоже должны входить в мое положение. Так, еще одна тема, которую хотелось затронуть, она у меня практически не проскакивала. Хотя нет, проскакивали, наверное, пару раз. Но это, по-моему, совсем идиотизм такое слышать, именно конкретно в свой адрес. По поводу рекламы. В общем, наверное, скорее всего, эта тема будет касаться, там, не знаю, то, что я вижу на канале Олега у нас в группе. Когда появляется ряд людей, которые... А, даже когда я, помню, мне ребятки присылали ключик какой-то, с какой-то игрушкой, и мне писали, ааа, у тебя реклама, все, отписка, дизлайк. Вот обращение конкретно к этим людям. Ребят, голова, зачем вам? Того, что вы видите какую-то рекламу, вас не заставляют за нее платить, это первонаперво. Вас не заставляют платить за просмотр этой рекламы. Зачастую реклама, это цель, ну, показать вам какой-то проект. Показать что-нибудь, будь то проект, какая-то вещь, магазин, игра, еще что-то. Вам не надо платить за рекламу. Если уже на то пошло, оглянитесь вокруг, на каждом сайте тонны рекламы. В играх, в фильмах, в кинотеатре, в городах везде есть реклама. Причем, опять-таки, если вы идете в кино, очень часто, ну, это я уже начала замечать, смотришь какой-то фильм, там такая вот явная реклама, там Самсунга, Apple, еще чего-то. Вы идете, допустим, смотреть фильм, вы платите деньги за просмотр, вам перед сеансом все равно что-то показывают. Ну, ребят, без рекламы вы бы не узнавали про многие продукты. Допустим, я не особо сильно смотрю такие там игровые проекты, я думаю, сейчас меня больше девочки поймут. Я смотрю бьюти-блогеров, и иногда бьюти-блогеры, я понимаю, что у них есть реклама, допустим, каких-то есть скрытая реклама, есть открытая, ну, как открытая, то есть видно, что человек, человеку предоставили какой-то продукт, но при мне протестировал, сказал хороший-плохой. Благодаря некоторым блогерам я открывала классные для себя продукты, действительно, которые хорошие. Я понимаю, что это могла быть реклама, но я и в этом ничего плохого не вижу, я о нем могла бы вообще не узнать. Поэтому, друзья, ну, бомбите от того, что кто-то что-то прорекламировал. Также делайте скидку на то, что рекламу часто модерируют, то есть вам не показывают все, вот, все, что вы видите, все, что все, кто обращаются, значит, их всех рекламят. Иногда вам действительно пытаются показать какие-то интересные продукты, которых вы где-то просто можете не заметить, не обратить внимания. Поэтому советую вам относиться как-то попроще к рекламе. Ну, действительно. А то, знаете, вот этот дизлайк, отписка из-за того, что у тебя реклама, ну, для меня это уже звучит глупо. Это действительно звучит глупо. Это то, что вы посмотрите там 10 секунд какую-то, какую-то рекламу, опять-таки она может быть для вас довольно информативной. Ну, это не повод, скажем так, побомбить. Поэтому это чисто мои советы. Я вам ничего сейчас не навязываю. Просто хотелось затронуть эту тему, потому что я ее часто видела. Ну, мне кажется, что иногда такое стоит обсудить. Не обсудить, я даже не знаю, затронуть. Так, ну, хорошо, обсудили мы с вами более-менее серьезные планы. Я предлагаю... Планы. Как раз вопросы мы обсудили. Я предлагаю перейти к планам. Наверное, у нас впереди идет лето. Каникулы у ребят, кстати. Ребятки, я так понимаю, что подкастец как раз у нас выходит, когда у всех сейчас экзамены. Я вам всем желаю отлично их сдать. А все эти тесты... Господи, друзья, как мне вас всех жаль, честно скажу. Я никогда не забуду, как я сдавала эти тесты вступительных. Но мне еще вам повезло, у вас только тесты, а у меня были и выпускные экзамены, и тесты были, и вступительные экзамены. Сложно. Знаю, сложно, но я уверена, что вы все справитесь. Возьмите сейчас за голову, постарайтесь хорошо все написать, чтобы все лето вы могли со спокойной душой отдыхать, смотреть ролики опять-таки и ни о чем не париться. Поэтому, ребятки, удачки, мы за вас держим кулачки. И давайте поговорим, что у нас в дальнейшем вообще планируется. Ну, во-первых, как вы видите, сейчас у нас появилось несколько новых рубрик. Я начала проходить Mortal Kombat XL сюжетку. Ребятки попросили, и я решила, что а почему бы и нет. Действительно. Хорошая игрушка, сюжетки у нас не было, и плюс интересно посмотреть, какая она будет на PS4. Также я планирую пройти сюжетку девятой части, если... Ну, МК-9. Если вам интересно, напишите в комментариях, обязательно обсудим, будем проходить, не будем. Также я подумываю, мне часто писали в комментариях, попробовать поиграть в Sims'ов. Не важно, вторые, третьи, четвертые. В основном про четвертые писали, иногда писали про третьи. И я вот думаю, а может быть и поиграть? Почему бы и нет? В принципе, я давно действительно в них не играла, но... Можно что-то интересное, необычное с вами вместе, опять-таки, сварганить. Что-нибудь мы можем уже всегда придумать. Также я, честно говоря, планирую продолжать наши стандартные рубрики. То есть я бы хотела заново пройти спору. То есть если мы ее сейчас закончим, мы уже с вами переходим на этап космоса. И я думаю, что, в принципе, если мы поиграем-поиграем, повыполняем какие-то миссии, насколько я знаю, что космос вроде он бесконечный, то мы можем начать заново, просто попробовать разные другие стратегии разных существ посоздавать. Мне кажется, это будет довольно-таки интересно. Также, наверное, я хочу, кстати, вот, вот, что я еще хочу сделать. Я хочу открыть тему ВКонтакте в моей группе по предложениям по играм. Потому что иногда в комментариях они просто теряются во что... Вот какие вы, что бы вы хотели увидеть на канале. И я добавлю эту рубрику. И вы всегда сможете там оставить свои какие-то пожелания. То есть желательно пишите название, где это есть игрушка. То есть, допустим, iOS, или это Steam, или это Origin, или это еще что-то. То есть, чтобы я хотя бы не... Ну, чтобы легко было их найти, скажем так. Также, наверное, сейчас эта тема будет больше девочкам интересной. Я буду, наверное, возвращаться что-нибудь писать в своем маленьком, скажем так, бьюти-блоге. Ну, это не бьюти-блог, это скорее просто блог, потому что канал-то канал, канал у нас все-таки играм посвящен. А тут я хочу записать о каких-то реально интересных штуках. То, что я находила там с помощью того же Ютуба, интернета. То, что я лично сама находила на просторах магазинов и так далее. И если девочкам будет интересно, обязательно оставлю ссылочку и начну его ввести. А то у меня там парочку есть старых блогов. А остальное как-то все забросило. Еще. Еще я подумываю, может быть, чаще выпускать подкасты, допустим, раз в неделю, и обсуждать какие-нибудь темы отличные от игр. То есть, допустим, я не знаю. Ну, тем отличных от игр полным-полно. Допустим, я создам тему в группе. И там ребятки, допустим, предлагают какой-то вариант, какую-то тему. Учеба, там, не знаю, еще что-то. Жизнь. Ну, что угодно. И если инициатива поддерживается, то мы можем с вами в каком-нибудь из подкаста, допустим, это обсуждать. Или раз в неделю, или два раза в неделю. Ой, нет, не два раза. Или раз в неделю, или раз в две недели. Будет такой неигровой подкаст, где мы будем обсуждать различные темы. Так. В общем, планы, я думаю, пока что у нас все. И, конечно же, в конце ролика хочется коротенько так ответить на вопросы, которые ребятки пишут у меня в группе, в теме по подкастам. Я в этот раз, по-моему, ссылки нигде не кидала, но все равно накопилось немного вопросов. И заранее извиняюсь, если я неправильно называю фамилии, потому что, ну, вы все знаете, фамилии, я помню, меня в школе коверкали, и в университете, и мою подружку. Помню, у нее вообще была, ну, такая довольно необычная фамилия. И, господи, как ее только не называли. Мне было ее искренне жаль. Так что, вот такие, ребятки, не обижайтесь. Не специально. Если что, прошу прощения. Итак, Егор Галочкин. Слушай, мне понравилась твоя затея с игрой Спор. Может, стоит сделать типа рубрики ностальгия, в которой будешь обозревать какие-то олдскул игры? Вот, я вот как раз об этом только и говорила, что стоит, наверное, создать тему, где вы можете предлагать какие-то игры. И, честно говоря, олдскул игры, наверное, идейка довольно-таки неплохая. Потому что я помню в детстве, ну, в детстве у меня был, допустим, вот когда я поступила в университет, у меня был перерыв с играми. Времени просто не хватало. А школа, даже чуть раньше школы, я любила разные поигрывать. Я думаю, что ребяткам, может быть, даже это будет интересно, посмотреть на какие-то старые, совсем с моими комментариями, игрушки. Так, Нурхан Сериков. Или Сериков, прошу прощения. Есть ли у вас с Олегом дома домашние животные? Не, нам друг друга хватает. Олег в одном подкасте сказал, что вы ходили вместе в кино на фильм «Звездные войны». Неужели никто не узнал вас? Ребят, мы ходили в пакетиках на голове, мы надели пакетики такие коричневые. И прошли. Не, никто не узнал. Не переживай. Если Олег когда-нибудь покажет лицо, будете ли вы вместе с вебкой играть в игры? Ну, в принципе, вначале я уже говорила про вебку. То есть тут даже дело, когда ты играешь, хочется именно играть, а не, допустим, отвлекаться на вебку. Ой, у меня прическа не упала, там, у меня тут что-нибудь там не произошло, я хорошо, свет на меня падает. Но, опять-таки, посмотрим. Может быть, может быть, не игровые влоги были бы. Вот это я сейчас просто так рассуждаю, то есть, допустим, с играми, наверное, все-таки будет сложнее, а, допустим, что-нибудь не игровое, то почему бы и нет? Может быть бы и было, но опять, друзья, не воспринимайте, если я сказала, что возможно, что-то точно будет там завтра в пять вечера. Так, следующий вопрос. Маргарита Твардовская. Привет, Дашуль. Ты планируешь снимать ролики вместе с кем-то другим? Не с Олегом. Честно говоря, я, по сути, ни с кем, кроме Олега, так вот из игровых ребят не знакома, то есть из игровых каналов. Да, я знаю Женю, второго Женю, Алекса, прекрасные ребята, но мы с ними никогда так вот, скажем, плотно не общались, к сожалению. Ну и у них, скажем так, своя мужская атмосфера, девочки, ну, я, честно говоря, даже не знаю с кем. У меня даже голову сразу не приходит. Поэтому я думаю, что либо я буду сама записывать, либо все-таки будем с Олегом играть, потому что больше просто либо на ум никто не приходит, либо просто, понимаете, когда ты играешь, допустим, с Олегом, мы всегда можем подстроиться под какое-то время. Можем и в 12 ночи сесть записывать, и в час ночи, и в 10. То есть, как бы, тут у нас проблем со временем. Мы всегда можем организовать время, когда хотим записывать. Тут же, ну, наверное, я боюсь, что будет просто довольно сложно совпадать по времени. Ну, плюс даже на вкусы по играм не будем совпадать, вы сами понимаете. Так. Отдельно хочется сказать большое спасибо Лесе Ермолаевой. Опять, прошу прощения, если я неправильно фамилию прочитала. Она написала очень большой, красивый пост в теме по подкастам. Если кому интересно, зайдите, почитайте. Очень тронули слова, очень приятно действительно написано были. Большое тебе спасибо. Честно, не ожидала, что есть еще такие хорошие люди. Нет, я знаю, у нас на канале есть классные ребята. Но у меня иногда складывается, что вот у нас на канале вот все хорошие, вот прям вот все хорошие собрались у нас. И, честно говоря, очень тронуло, очень приятно. Спасибо большое тебе. Добра, позитива. Надеюсь, что ты в нас не разочаруешься. И вообще всегда будешь оставаться таким хорошим человечком. Побольше бы таких в мире. Так, следующий вопрос. Вектор Стар. Даша, будешь ли ты играть в полноценные игры? Например, Half-Life 2. Ну, мне кажется, все игры полноценные. Но на прохождение опять-таки я бы что-то взяла, но, честно говоря, даже не знаю. Надо посмотреть, что ребятки предложат. Может быть, что-то бы выбрала. То есть тут дело не в том, что я не хочу играть в какие-то там вот... У меня тупо выживалки или еще что-то. На данный момент я даже просто не знаю, что можно подобрать такое, чтобы всем было интересно. Если выйдет какая-то интересная новинка, конечно, с удовольствием мы ее вместе с вами пройдем. Так, Анастасия Майстренко. Как Олег же относится к тому, что ты начала снимать видео для своего канала? Это вряд ли он твое становление летсплейщицей. Ну, честно сказать, да, 200 тысяч человек у меня уже, а я до сих пор себя не считаю летсплейщицей. Я просто себя считаю человеком, который любит играть в игры и о чем-то рассказывать. Но Олег меня всячески поддержал, конечно, потому что я думаю, что без его поддержки, без его каких-то подсказок я бы, наверное, вообще этим не занялась. Потому что я помню, как я записывала первый шепрект. Боже, ребята, сколько раз я его перезаписывала. Самое реально страшно. Не то, что страшно, то есть тебе надо понимать, о чем ты будешь рассказывать. А так как, допустим, у нас в университете не так много было всяких таких ораторских предметов, то с первого раза было сложно, но потом втянулось, скажем так. Поэтому я думаю, что в принципе в этом нет ничего плохого, в этом ужасного. И действительно, спасибо ему, что он меня поддержал в этой, скажем так, в этом становлении. Так, Артур Гросу, есть ли у тебя вторая страница для подписчиков? Нет, ребятки, я сразу вам хочу сказать, у меня одна страница ВКонтакте, на ней там, сколько, 120 с чем-то тысяч человек, она у меня одна, у меня больше нет. Все остальные, если вы какие-то находите, это фейки, поэтому, ребятки, не ведитесь. Я видела парочку фейков, глупеньких, которые брали мои фотки, которые еще там, какие-то пытались, они еще в группе пытались у нас как-то там размещаться себя. Нет, ребят, у меня одна страница, у меня есть группа ВКонтакте, в которой у меня открыты сообщения, если что, мы можем там всегда с вами о чем-то поговорить, но опять-таки, если вопрос не типа, когда с вебкой, или покажи лицо, или где ты живешь. И у меня вот есть канал, там есть личные сообщения, комментарии, где мы можем с вами пересечься. Другие, есть Twitter и Instagram, все, друзья. А, Перископ, который мы так, кстати, с вами и не запустили, но я думаю, что надо как-то его запустить хоть раз, хоть посмотреть, что это такое. Так, Леха Судариков, какую музыку ты слушаешь, какой любимый жанр, и кем ты хотела стать в детстве? В принципе, всегда я считала, что я предпочитаю рок, но последним временем, знаете, как-то потянула на какую-то то у меня стилус улетел, если что. Как-то потянула на что-то более спокойное, и сейчас у меня можно найти, наверное, в телефоне все, что угодно. Все, от рока до попсы, до, не знаю, там, до классики, наверное, даже. Поэтому сейчас у меня жанры как-то так немножко начинают меняться, вкусы. Кем ты хотела стать в детстве? О, я даже не вспомню, детство было слишком давно. Наверное, как и все по стандарту, врачом, еще кем-то, то есть какими-нибудь стандартными профессиями, кем-то нестандартным, наверное, там, каким-нибудь похитителем улиток или украдителем тигров, я точно становиться не хотела. Так, Михаил Волченков, откуда скачать русификатор для Don't Starve Together? Если у тебя не пиратка, то в Стиме всегда можно найти русик, скачать в модах. Кстати, ребят, по поводу Don't Starve отдельная тема. Во-первых, мы играем все в стимовские версии с Олегом, поэтому моды качаем оттуда. Заходите в папку, ой, не в папку, это вкладка мастерская стима, и там все модификации, которые можно использовать. Мы всегда брали из самых популярных модификаторов, то есть вы просто смотрите по картинкам, по названиям, что лично вам будет интересно, и вы это найдете. Мы никогда не лезли в дебри, глубже, там не искали какие-то специфические моды, поэтому и вообще старайтесь ставить самые популярные, потому что, ну, наверное, раз они популярные, то у них меньше всего глюков. Так, Леха Урбанович. Даша, когда начала снимать летсплей, в каком году? Если полноценно сама начала записывать, то получается в начале 2016-го, а первый ролик с Олегом мы записали, дай бог памяти, это был август 2014-го, мы записали антиоррнд. Кто хочет поищать у Олега на канале, это наш был первый ролик, я не помню, по-моему, к себе я его не заливала. Там отвратительнейший у меня был микрофон, это у меня была какая-то обычная самая гарнитурка, вы там можете даже голос не узнать, и вот как раз в 2014-м году у нас был первый ролик. Так, осталось два человечка, первый Артем Хамутский, будут ли хоррор игры? Ну, я думаю, что мы с Олегом запишем крипту, мы решили ее записать вдвоем, потому что крипта реально страшная, даже Олег мне сказал, что она страшная, поэтому не надо мне тут пальцевеером, кто там писал, ой, она абсолютно не страшная, с первого раза прошел, окей, окей, ты молодец, ты не боишься, и мне было страшно, она не страшная, там вот эти скримеры, которые выскакивают резко, вот эти резкие все движения, но просто, ну, мне лично жалко свои нервные клетки, не хотелось бы седые волосы получить раньше времени. Поэтому крипту, думаю, пройдем, а остальные хорроры, ну, максимум, я бы совместку с Олегом писала, сама не тянет как-то, но и опять-таки, зависит от хорроров, скримеров я не люблю, сразу говорю. Если у тебя права машина, нет, нет, и не хочу, не хочу водить машину, как-то вот, пока я предпочитаю ходить пешком, зато у меня есть скейт. Какой способ жизни ведешь? На удивление, веду правильный способ жизни, никогда не курила, алкоголь не употребляю, мне вообще не нравится, за 26 лет жизни, скажем так, практически 26, я как-то к нему так, разве что максимум иногда по праздникам можно добавить немножко какого-нибудь ликерчика, типа Бейлиса в кофе, потому что я заядлый кофеман, но так нет. И, конечно же, по поводу способа жизни, в Макдональдсе, наверное, я ела последний раз, не вспомню, это было в начальных курсах университета, точно, не позже, поэтому я стараюсь придерживаться именно здорового способа жизни. Зачем себе его портить? Были моменты, когда действительно вот это неправильное питание и прочее было на начальных курсах, ребята, не советую, серьезно. Чем увлекаешься по жизни? Ну, это можно послушать в моих прошлых подкастах, я об этом рассказывала. Будет ли стрим у вас с Брейном? Стрим, вот знаете, вот знаете, может быть, когда-нибудь, когда будет много времени, мы бы, наверное, провели, по крайней мере, я бы провела точно, насчет Олега и не хочу ничего говорить. Может быть, я бы провела. Какие каналы на ютубе смотришь? Я смотрю в основном иностранных бьюти-блогеров, поэтому кому интересно, могу какие-то интересные подкидывать. Как вы познакомились с Олегом, эту тему я уже много раз затрагивала и вообще всем стараюсь, желаю не трогать личную жизнь, в принципе, не только нашу, но и вообще там, не знаю, знакомых, друзей. Все-таки, ребятки, вы потом поймете, что личная жизнь, она должна быть камерной, своей, личной, а не быть предметом общественности и обсуждений. Будут ли видеоблоги? Ну вот, если буду с вебкой записывать, то и будут. Ты с Украины? Во-первых, из Украины, во-вторых, заходим на мою страницу, у меня там написано, что мой родной город Киев, Киев у нас находится в Украине, вот и ответ. Какой у тебя ПК? Если у тебя планшет, планшет есть, ПК вы можете поискать пост за 19.07.2014 ВКонтакте. Какая клава и колонки? Колонок у меня нет, на удивление, я либо через наушники слушаю все, это 90% случаев, либо через колонки, которые устроены в монитор. Клава у меня, это SteelSeries. Какие телефоны предпочитаешь? С 2010 года я люблю Apple-овские, поэтому только Apple, только Hardcore, и... Хотя, знаете, я нормально отношусь к остальным маркам, не люблю вот это, Apple лучше, Samsung лучше, Nokia там, а, не Nokia, это же Microsoft, лучше, все хороши по-своему. Никогда не было активным, там, скажем, фанатом, который хейтерит другие продукты. Это неправильно, у каждого есть свои предпочтения, зачем хейтерить другие? Ну, это, по-моему, недостаток у Малиш. Так, и последний вопрос, Остап Бондарь, будешь ли ты продолжать снимать Генбист с Прейном? Судя по тому, что ребяткам игрушка нравится, нам она нравится, я думаю, что мы с удовольствием еще запишем, ну, будем делать, конечно, небольшие перерывчики, может, что-то новое, а мне какие-то новые левелы будут попадаться, поэтому почему бы их и не посмотреть? Тем более, если всем она нравится, и нам тем более было угарно их записывать. В общем, друзья, вот такой у нас информационный, насыщенный подкаст получился. Фух, по-моему, на целых минут 35. Я уже, у меня уже, не знаю, без паузы говорить 35 минут, вот это, знаете ли, сложно, но можно. В общем, друзья, еще раз спасибо вам за наш прекрасный юбилей, ждем уже новый, будем вместе стараться с вами творить дальше. Спасибо, что смотрели, спасибо, что выслушали, все, кто дожили до конца этого подкаста, дослушали, скажем так, вы молодцы, держите пятюню от меня, и мы встретимся уже вот-вот в ближайшее время в новых роликах, поэтому, ребятки, напоминаю, что я создам тему, и если вы хотите какие-то еще игры посмотреть, пишите их туда. А сейчас я вам уже всем желаю хорошего настроения, отличного дня, вообще отличной погоды, пусть у вас экзамены и все, вот эта вся эта бяка закончится как можно скорее, обязательно на пятерки все сдадите, мы вас верим, вы у нас самые лучшие, самые классные, поэтому, друзья, вместе мы сила, вместе мы одна большая семья, и мы все сможем, все преодолеем. Удачи вам, всем хорошего настроения, всем пока-пока!